На одном из аварийно-опасных участков автодорог к республиканской столице прошло выездное комиссионное совещание, инициированное госавтоинспекторами Карачаева-Черкесии. Представители регионального мимпромторга «Упордор-Кавказ» вместе с полицейскими изучали возможность обезопасить седьмой 7-километровый отрезок трассы Лермонтов-Черкеск. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Несколько лет назад аварийная обстановка по улице Шоссейной мало чем отличалась от того, что было на других автодорогах региональной столицы. Однако после капитального ремонта федеральной трассы Лермонтов-Черкеск количество происшествий здесь значительно увеличилось. До проведения капитального ремонта автодороги Лермонтов-Черкеска, а именно в 2019 году, произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести. После окончания всех ремонтных работ с начала текущего года произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибло и 15 получили ранения различной степени тяжести. Госавтоинспекторы Карачаев-Черкесии, обеспокоенные аварийной напряженностью участка трассы 78-го км по 85-й, инициировали выездное комиссионное совещание, на которое были приглашены представители регионального Минпромторга и УПРДОР «Кавказ». На месте стороны детально изучили обстановку и постарались найти оптимальный вариант решения проблемы. Так, на одном из участков имеется небезопасный съезд на территорию. Ее собственник оставил без внимания ямы, которыми усеяно дорожное покрытие. Помимо укладки асфальта, здесь предполагается упорядочить движение транспортных средств, чтобы не создавать помехи передвигающимся автомобилям, а также снизить скоростной режим. Там камера фото-видеофиксации уже установлена. Там просто ограничение скорости. А здесь, скорее всего, будем закрывать. А закрывать почему? Потому что не обеспечена безопасность. Здесь не видно, которые отсюда выезжают. Не видно, кто едет оттуда. Участники выездной комиссии оценили и возможное влияние вводимых ограничений на работу, расположенных поблизости предприятий. Однако в приоритете все равно останется обеспечение безопасности дорожного движения. Раз наши автомобилисты не научились передвигаться по трассе с разумной скоростью, им это придется сделать в принудительном порядке. Артур Мыхце, Али Бастанов, Вести, Карачао, Черкесия.